Знаменитый ученый кот и коварная пиковая дама. День русского языка персонажи отмечают вместе со своим создателем. В сквере, где величаво возвышается памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Романсы на стихи великого гения, концерт, мастер-классы по рукоделию. Около 20 площадок, десятки артистов, сотни посетителей. Стихи Пушкина здесь читают даже гости из Кении. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду веки, наверное. На несколько часов сквер Пушкина превратился в место прогулки господ и прекрасных дам. На зеленых аллеях графини и фрейлины. В центре внимания главная пара праздника. Мы гуляем, общаемся, следим, фотографируемся. Очень мило. Ну и, конечно, ощущаешь ответственность какую-то, потому что персонажи сами по себе непростые. В конце концов, из-за меня произошла дуэль. И как-то это все смущает и интригует, ну и, конечно, волнительно и ответственно. Чтобы полностью прочувствовать вкус Пушкинской эпохи, самарские дамы нарядились в кринолины и с восхищением читали стихи любимого поэта. Я вас любил. Любовь еще, быть может, моей души угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю. Вашей воле меня презрением наказать. Литературный русский язык, сотни гениальных творений, свое наследие Пушкин завещал России. Сегодня в любом городе страны есть улица, музей или клуб имени Пушкина. Стихи великого поэта разобрали на цитаты, а его произведениями мыслят миллионы. Мы чествуем и отдаем дань уважения нашему великому русскому писателю, поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который дал нам, по сути дела, тот современный русский язык, на котором разговаривает сейчас больше 250 миллионов человек во всем мире. Его произведения, безусловно, вдохновили художников, других писателей, композиторов на свои прекрасные произведения, которые радуют и детей, и взрослых. Почитатели пушкинского творчества уверены, по народной тропе к нерукотворному памятнику поэта с каждым годом идут все больше поклонников. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.